Здравствуйте, приветствую всех. Сегодня у нас третий открытый семинар в формате онлайн из цикла встреч «Белорусско-российский экспертный диалог». Мероприятие проводит Центр социально-экономических исследований Кассе «Беларусь» и российская экспертная группа «Европейский диалог». И тема сегодняшнего открытого семинара – это «Социальная политика действующей белорусской власти». Сегодняшние наши спикеры – это Катерина Барнукова, академический директор Центра экономических исследований Бюрок Минск. Здравствуйте, Катерина. Добрый день. Александр Ярошук, председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. С российской стороны – это Павел Кудюкин, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. И Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики Российской академии наук. Здравствуйте, Руслан. Интересно, у меня зрители, вы вас видели? Не знаю. Было зрители, но сейчас не знаю. Да. Да. Ну и хочу передать слово модератору сегодняшнего семинара – это научный руководитель российской экспертной группы «Европейский диалог» Евгений Гондмахер. Евгений Штемович, вам слово, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Антон. Ну, во-первых, сразу же хочу еще раз поблагодарить пресс-клуб «Беларусь» за то, что он нам дает такую возможность встретиться на вашей площадке. Вот. И надеюсь, что мы будем дальше это все продолжать, потому что есть о чем поговорить. Вот. Я все-таки надеюсь, я думаю, мы все надеемся на наше общее демократическое будущее. Поэтому сегодня тема, к которой мы давно подходили, мы до этого обсуждали все-таки темы такие более экономические, там, проблемы внешнего долга Беларуси, вообще как бы ситуация белорусской экономики. А сегодня тема социальная, потому что, ну, поступает самая разная информация, вот мы тут в России следим, но и вы там, естественно, те, кто в Беларуси находится, вы сами это все видите. Что происходит с положением людей? Вообще, надо сказать, что это вопрос даже не академический, как мне кажется, только, да, это вопрос связан и с непосредственным развитием событий, которые происходят и будут происходить в Беларуси. Ну, у нас в России, на самом деле, давно такой спор идет, уже не один год, он так условно называется, холодильник против телевизора, да, что снижение уровня жизни в России, оно происходит с 2014 года, даже по официальным данным, мы где-то уже минус 10% снижения реальных доходов за это время накопили, а это средняя цифра. Значит, получается, что, допустим, бюджетники, военнослужащие, чиновники, у них доходы особо-то не упали, потому что они сидят на ставках, окладах, там, на отбавках, а вот люди, которые не связаны с государством, у них проблема, мне кажется, там уже не 10%, там накоплено, тем более в условиях ковида прошлогоднего, который сейчас продолжается в России, и там накоплено намного больше вот этого спада. Мы имеем, конечно, большие проблемы с доступом к здравоохранению, к качественному образованию, есть проблемы на рынке труда, у нас, кстати, безработица в прошлом году выросла в несколько раз, правда, сейчас официально зарегистрировано немножко снижается, но мы же все с вами люди опытные, мы понимаем, что безработица – это не обязательно только то, что фиксируется в службе занятости. На самом деле ситуация намного глубже. Вот, и сегодня, мне кажется, нам было бы интересно поговорить, вот в России мы имеем большой комплекс социальных проблем о том, а что в Беларуси-то происходит. Вот у меня к нашим двум уважаемым спикерам такой принципиальный вопрос, а вот какие главные проблемы, вот так крупно, в социальной сфере Беларуси? Почему я сказал, что вопрос не только чисто академический, потому что, мне кажется, та же самая проблема стоит, холодильник, телевизор, что, допустим, при помощи репрессий, там какой-то пропаганды в Беларуси, ну, можно как-то людей формально показать, что они на улице не выходят, что они сидят по домам, но снижение уровня жизни, наверное, происходит. Вообще обострение социальных проблем наверняка, это моя гипотеза, в Беларуси идет, и сможет ли это рано или поздно привести к тому, что у людей появятся дополнительные поводы протестовать, выходить на улицы, уже не только по поводу, допустим, там, фальсификации выборов, репрессий, там, политзаключенных, которые в Беларуси есть, а просто по поводу нищеты, бедности, которая наступает, может быть. Поэтому вот я бы хотел наших белорусских коллег, вот Катерину, Александра, попросить ответить вот на этот вопрос, насколько, во-первых, какие социальные проблемы основные сейчас в Беларуси, что наиболее болезненно, наиболее актуально, и насколько это влияет вообще на общую ситуацию в стране. Или еще есть запас прочности. Послушайте, в России, когда мне говорят, что люди могут выйти на улицы из-за снижения уровня жизни, я немножко скептически к этому отношусь, потому что у нас в 2000-е годы реальные доходы выросли более чем в два раза по ценной статистике. Ну, сейчас они в среднем упали на 10%. Возникает вопрос, значит, получается, жирок-то еще есть. То есть есть еще куда падать, причем довольно существенно, как бы, наверх. А вот Беларуси как? В Беларуси все-таки не было вот этого нефтегазового бума, который был в России, были какие-то другие вещи. Поэтому вот, коллеги, мне кажется, вот этот круг вопросов, насколько социалка напряжена и по каким пунктам, давайте попробуем, ну, и с какими-то, естественно, выводами для возможного развития событий, давайте попробуем обсудить. Я предлагаю Катерине и Александру минут по 10. Давайте мы дадим, да, потому что у нас есть российские дискутанты, есть Франк Хофер, наш коллега из Германии, который тоже, в общем, заинтересован в белорусских делах и в российских тоже самое. Ну и вообще у нас есть люди, которые хотели бы поучаствовать в дискуссии. У нас общий формат где-то часа полтора, ну, час сорок. Давайте попробуем в это уложиться. Пожалуйста, Катерина, вам слово. Да, спасибо. Если можно, я вас немного помучаю презентацией с цифрами. Конечно, сложно рассказать про все за 10 минут. Я попытаюсь по верхам, и потом, если что, мы в процессе дискуссии, может, чего-то заденем чуть глубже. Тут можно сказать, вот просто сразу возвращаясь к вашему вопросу, ну, вот у нас в декабре к декабрю, 20-й год, 19-му зарплаты реальные выросли, средняя зарплата реально выросла на 10%. То есть ни о каком падении реальных доходов населения пока что речи не идет. Вот. Но как бы есть свои особенности и проблемы, о которых я сейчас расскажу. Но начну опять же с позитива, с того, что, в общем-то, у Беларуси хорошо получалось делать. Это хорошо получалось бороться и с бедностью, и с неравенством. Тот рост Беларуси в 2000-х годах, который был, это был рост для всех. Даже не для всех. Это был, наверное, рост все-таки больше даже в пользу бедных. Если мы там сравниваем распределение, видно, что нижняя половина распределения росла гораздо быстрее, чем верхняя. В результате Беларусь это региональный лидер по всяческим целям устойчивого развития, борьбой с бедностью, с неравенством и так далее. И это, в общем-то, реальное достижение, которое, вот теперь вопрос, сможем ли мы их дальше удерживать. Ну и пока опыт последних, допустим, пяти лет показывает, что они достаточно хрупкие. Каким образом вообще работает борьба с бедностью в Беларуси или вообще просто социальная поддержка? Основная социальная поддержка она идет через пенсии и через детские пособия, та, которая формализована. При этом в Беларуси, несмотря на то, что страна считается социальной, но тут как раз вот то, в чем мы, наверное, похожи на Россию. Очень низкое пособие по безработице, которое еще и очень тяжело получить, да и, в общем-то, нет смысла его получать, потому что оно не покрывает даже прожиточного минимума. И очень низкое и плохо доступное пособие по бедности, которое тоже, в общем, тяжело получить, есть масса препон, ограничений и так далее. Но есть масса способов такой менее формализованной поддержки. Это, в первую очередь, непрямые субсидии. Это и субсидии на коммуналку, субсидии на транспорт, льготы на социально важные товары на НДС, ну и тут контроль цен может быть в том числе на социально важные товары. Ну и очень важной частью социальной системы соцподдержки в Беларуси в прошлом была занятость на госпредприятиях. Последние годы роль этого механизма серьезно падает. Вот тут, чтобы вы понимали, как в деньгах это выражается, это вот за три квартала 2020 года, где-то 24% ВВП было потрачено на социальные нужды, да, это образование и здравоохранение. Часть соцподдержки, которая идет через бюджет, это в основном поддержка. Ну там, во-первых, тоже сидят значительная часть, это пенсии военным. И соцподдержка молодых семей, там через помощь в покупке квартир или финансировании кредита на квартиру и так далее. Но огромная доля это пенсии, 9,4% от ВВП. И достаточно существенно это детские пособия, и там также сидят еще больничные. 2,4% от ВВП. Пенсии и пособия, они платятся отдельно от бюджета, через фонд социальной защиты населения. Ну и надо сказать, что фискальная политика, мы вот анализировали, это было еще на данных 2016 года, но, в общем, видно, что фискальная политика, она такую значительную роль в перераспределении играет, да. То есть она снижает бедность на 17% пунктов по национальному определению, она снижает индекс жизни достаточно существенно, и основную роль тут играют пенсии и детские пособия. Непрямые субсидии на ЖКХ тоже играют роль, но вот вопрос в том, что из этого эффективно, да. То есть что дает больший эффект на потраченный рубль? Оказывается, что пенсии и детские пособия, ну, они средние эффективности, хотя пенсии, конечно, особенно, но чем старше возраст, тем они эффективнее, потому что у людей фактически нет никаких источников других доходов. Пособия по безработице и ГАСП, ГАСП это вот пособия по бедности, они суперэффективны, суперэффективны они, потому что они очень маленькие и мало кому доступны, те, кто их получает, действительно нуждаются. Ну и непрямые субсидии на ЖКХ, они очень неэффективны. Ну, очевидно, что, ну, больше всего этих субсидий получают те, у кого больше жилплощадь, да, то есть люди не самые нуждающиеся в этой поддержке. Вот этот график, это демографическое дерево наше, он показывает, в общем-то, самую основную проблему с социальной системой в долгосрочном периоде. Основание у этого графика очень тонкое, да, то есть, ну и видно, в общем-то, что нас побудило несколько лет назад начать пенсионную реформу, потому что вот самые большие когорты на этом графике, это как раз те, кто последние годы выходит с рынка труда на пенсию, да, то есть для женщин это 55-59, для мужчин 60-64. Вот эти огромные когорты, они как раз сейчас выходят постепенно на пенсию. Мы сейчас находимся в процессе пенсионной реформы, возраст поднимается на три года, и для мужчин, и для женщин по полгода в год. Вот, ну и как видно, что вместо них на рынок труда выходят как раз малочисленные когорты, да, это провал рождаемости 90-х, и вроде как вот начала восстанавливаться рождаемость, но тут сразу как бы вам скажу, что, ну вот, когда выйдет апдейт за 20-й год, ну, уже картинка 0,4, там вот эта плашечка, она будет поменьше, потому что последние годы рождаемость серьезно падает. Ну и очевидно, что вот эта картинка, она нам говорит и о необходимости реформирования пенсионной системы, потому что ФСЗН наш уже в дефиците сегодня, там дефицит иногда доходит в некоторый период до 1% ВВП. Она говорит о том, что нам надо будет перестраивать нашу систему здравоохранения и образования, да, образование, возможно, как-то оптимизировать, здравоохранение перестраивать так, чтобы повышенный спрос удовлетворять, вот, ну и говорит о том, что на рынке труда у нас скоро тоже возникают проблемы, к которым добавится, наверное, скоро еще и волна эмиграции. По поводу детских пособий, просто хочу вам показать одну буквально картинку на этой картинке, вот темно-синий и светло-зеленый, это уровни рождаемости в городе и на селе, а вот светло-синий это график пособия, вы видите, что в 2012 году пособие резко взлетело, с 2012 по 2013, вот, но, как вы видите, в общем-то, никому эта рождаемость особо не подняла, то есть рождаемость в населе начала расти еще раньше и, скорее всего, просто связана с ростом доходов населения, да, но, тем не менее, вот рождаемость в населе, она достаточно высокая, вот, проблема только в том, что молодых женщин в детородном возрасте вообще не отреагировала на повышение пособия, да, то есть, если мы смотрим на пособия детские как способ борьбы с бедностью, ну, возможно, это хорошо, но тогда их надо лучше таргетировать, да, но вот как способ стимулировать рождаемость, они, очевидно, не работают. Ну, и буквально пару слов о рынке труда, таких просто общих, я понимаю, что Александр потом расскажет все гораздо лучше и больше, ну, вот, мне очень понравилась фраза, которую описал мой шведский коллега «Рынок труда в Беларуси», он сказал, что это просто wild-wild west, такой дикий запад без правил, потому что действительно, ну, я думаю, что тут в России ситуация на самом деле не сильно отличается, права работника, ну, очень слабо защищены, большинство людей работает на контрактной системе, контракты заключаются на один год, людей очень легко уволить, и я, честно говоря, как экономист, ну, то есть, я понимаю, что с социальной точки зрения это не очень хорошо, но как экономист я вижу отличный результат этой политики в том, что безработица у нас очень низкая, да, то есть, как бы, если человека легко уволить, значит, фирма и более легко принимает решение о том, чтобы его нанять. Безработица действительно очень низкая, более того, она у нас даже вот в 20-м году по официальным данным не выросла, хотя, ну, на мой взгляд, там все-таки был рост во втором квартале во время первой волны ковида, но наш Билстат мудро сместил проведение опроса с мая на конец июня, и в статистике это не отразилось. Вот. Ну, а так, в принципе, вы видите, что это вот безработица по международной, по методологии Международной Организации Труда, то есть это не зарегистрировано, это настоящая безработица, и она достаточно низкая, вот в кризис 16-го года она поднималась там почти до 6%, но, в принципе, это все равно не тот уровень, о котором можно говорить, как о серьезной проблеме. Какие еще тренды на рынке труда? Интересный тренд – это рост неравенства, причем вот тут я вам покажу сейчас один из видов неравенства на рынке труда, но на самом деле неравенство растет во всех измерениях сразу, то есть если мы посмотрим на неравенство между отраслями, оно будет расти, между областями оно будет расти, между гендерами оно будет расти. И, в общем, тут нарисовано отношение, красная линия – это отношение медианной зарплаты к средней, да, ну и, в общем, чем ниже это отношение, тем, значит, больше расслоение по зарплатам. Мы видим, что оно у нас вот за те годы, за которые есть данные по этому показателю, это начали публиковать только в пятнадцатом году, вот за эти пять лет достаточно серьезно выросло неравенство. С чем это связано? Ну, вот, возможно, со следующим трендом, о котором я буду говорить. И этот тренд – это роль госсектора, которая достаточно большая. У нас, вы знаете, что есть много госпредприятий, которые являются коммерческими, но тем не менее в государственной собственности, вот, но нам и должна сказать, что они сегодня в занятости играют не такую же большую роль, как кажется извне. К сожалению, те данные, которые у нас есть по занятости на госпредприятиях и в частном секторе, они не совсем точные, то есть мы там их рассчитываем и собираем из разных сборников, но это такие достаточно хорошие оценки, и вот по этим оценкам мы видим, что с 2012 года, опять же, единственная цифра, которая у нас есть, занятость на госпредприятиях, на коммерческих госпредприятиях, да, она сократилась с 37% до 29%, а занятость на частных предприятиях выросла с 42% до 48%. Ну и синяя линия это вот то, что мы называем бюджетниками, те, кто заняты в общественных секторах, здравоохранении, образовании и в госуправлении, ну и это тут занятость, в общем, колеблется с 20% до 22-23% от всей занятости. И почему это важный тренд? Потому что, как я говорила, госпредприятия и занятость на них, они раньше были важной системой, частью системы соцзащиты в Беларуси. И как бы сейчас их роль падает, и их способность выполнять роль, ну вот такой работы, которую ты можешь получить всегда, если ты не можешь никакой другой лучше найти, да, вот она, в общем-то, упала, и мы видели вот как раз в 15-16 году, когда был кризис, в результате этого кризиса коммерческие предприятия, как раз вот тут видно падение с 16-18 год, достаточно резкое сокращение занятости, коммерческие предприятия в последний кризис 15-16 года не смогли выполнить свою роль, такого буфера для занятости, а наоборот как раз и сокращали людей и урезали им зарплаты. Что сейчас обсуждается за текущим правительством? Во-первых, мы уже видим урезание льгот по НДС, часть из них урезана в 21-м году, в общем, есть планы урезать их и дальше, потому что льготы по НДС, они составляют там до 5% ВВП, достаточно существенно для нашего Минфина сегодня. По пенсионной реформе обсуждается вот накопительная система по схеме 3% платит, работник 3% за него вносит работодатель, но в добровольном режиме, ну пока абсолютно непонятно, когда это будет введено и как оно будет работать. И кроме того, обсуждается сокращение декретного отпуска. Декретный отпуск у нас сейчас составляет 3 года, это, наверное, один из самых длительных оплачиваемых декретных отпусков в мире. Ну и предлагается сократить, ну или сам декретный отпуск, или хотя бы связанное пособие до 2 лет. Ну и то, что хотелось бы сделать, да, и то, что, наверное, придется делать, например, новому правительству, да и старому тоже, это, к сожалению, ряд очень непопулярных реформ, да, то есть пенсионная реформа, она должна проводиться как структурно, да, то есть переход к накопительной системе постепенный, да, но переход к накопительной системе не даст моментального результата, результат, в общем-то, нужен уже сегодня, поэтому придется менять ее и параметрически тоже, то есть поднимать пенсионный возраст дальше, мы вот делали расчеты, в сбалансированном долгосрочном периоде пенсионный фонд наш сможет быть только при схеме 65-65, вот. Кроме того, наверное, стоит пересмотреть поддержку рождаемости, потому что, ну, на сегодня пособия детские, они перестали играть роль стимулирования рождаемости и, возможно, надо просто сменить парадигму и, наоборот, помогать и женщинам, и мужчинам совмещать деторождение с работой, собственно, да, и развивать там сеть садов лучше, чем предоставлять такие огромные декретные отпуска. Ну и огромная проблема – это отсутствие автоматических стабилизаторов, то есть нет ни пособий по безработице, ни пособий по бедности, которые автоматически бы в кризис заставляли, предоставляли людям какую-то поддержку. Ну и вот этот тренд на рынке труда, в частности, тренд по неравенству, я не вижу пока в нем проблемы самой по себе, да, то есть неравенство, в нем, как бы, нет проблемы до тех пор, пока у людей есть равные возможности, да, но вот надо следить, собственно, за тем, чтобы это неравенство не вылилось в разницу возможностей в будущем. Спасибо. Да, спасибо, Катерина, спасибо. Ну, давайте так, вопросы мы зададим, вот сейчас Александр выступит, я думаю, мы первые вопросы им зададим, обоим докладчикам, а потом мы дадим слово нашим российским дискутантам. Кстати, хочу напомнить, вопросы можно задавать в чате, и можно там поднимать руку, да, есть такая функция для того, чтобы дать какие-то реплики выступления. Александр, пожалуйста. Спасибо, Евгений. Спасибо, Катерина, мне тоже было весьма интересно послушать, и что-то я знал, что-то, может быть, и было новым. Но на самом деле я разделяю вывод Катерины, вероятно, он вполне уместен для ситуации в России. Речь не идет о том, что мы стоим накануне какого-нибудь экономического вала, и что в ближайшее время именно ситуация в экономике, в социальной сфере станет триггером роста напряженности и роста протестных настроений. Мы не думаем, на самом деле, что это так, и абсолютно правильно был сделан вывод о том, что, Евгений, в начале, что запас прочности правящего режима есть. Ну, собственно говоря, речь идет, я бы сказал, о преимуществах авторитарного режима, централизованного управления, командно-административной экономики, что она может контролировать вот эти чувствительные точки для самочувствия граждан, для того, чтобы управлять как-то настроениями, и вполне удавалось белорусским властям по целому ряду причин. И не последняя здесь, конечно, поддержка России, это как бы священная вера господина Лукашенко в том, что эту дойную корову можно доить вечно, по крайней мере, что касается его века, на это должно хватить. Но так или иначе, мы можем говорить о тенденции. Тенденция, я думаю, что, вне всякого сомнения, неуклонно ведет к тому, что ситуация будет ухудшаться, поскольку принятие решений, которые касаются социально-экономической сферы, оно по-прежнему является огромной проблемой, и власть не готова к тому, чтобы осуществлять полномасштабные экономические реформы. Более того, мы в очередной раз видели это на так называемом Всебелорусском народном собрании Лукашенко. У Лукашенко был эмоциональный срыв, когда он характеризовал белорусский бизнес, чувствовалось что-то глубокая психологическая травма, и, вероятно, вряд ли, на самом деле, вот этот ресурс, что касается развития бизнеса, принимательства, будет включаться наоборот, скорее всего, будет очень существенно испытывать прессинг, испытывать существенный прессинг. Вот, и так или иначе, можно говорить о том, что в ближайшем будущем проблемы будут только нарастать. Ну, я уже не буду говорить о том, о чем говорила Катерина, что касается рынка труда, я тоже согласен, мы не будем обращать внимание на эти фантастические, там, 0,3-0,4% занятых, безработицы, но 4,2% где-то, но по последним данным, потому что, так или иначе, исследования рынка труда по методике мод, по обследованию домашних хозяйств ведутся, и это тоже не критично. Другое дело, что то, что сейчас, и, собственно говоря, происходило все годы, начиная с 99-го, когда был принят декрет, которым делись систему срочно-тудовых контрактов, и в прошлом году, ровно год назад, декрет полностью вошел в трудовой кодекс, в новую редакцию трудового кодекса, и в соответствии с которым подавляющее большинство, где-то более 90% работников, находится на срочных трудовых контрактах. С одной стороны, да, я тоже хочу сказать, что здесь нельзя только один вывод делать о том, что это было плохо, это было и хорошо для работников, потому что это была какая-никакая гарантия, где-то на год, а где-то на 3-5 занятости, но вместе с тем мы входим в полосу турбулентности, и, понятное дело, что и рынок труда должен быть мобильным, и очень примечательно. Я вот сегодня изучал, меня попросила народная воля, чтобы я прокомментировал выступление господина Орды, и он сказал невероятные вещи. Он говорил о том, что надо как бы начинать и переводить какие-то наиболее, скажем так, инициативных, наиболее квалифицированных работников на бессрочные трудовые договоры. Словно говоря, необычно было слышать, и, вероятно, я считаю, что в том числе и по той причине, что на самом деле вот этот рынок труда сегодня в том зацементированном виде с срочными трудовыми контрактами уже начинает очень сильно тревожить. Ну, а на самом деле в конечном итоге то, что происходило в сфере трудовых отношений и срочные трудовые контракты, которые мы рассматриваем как раздавидность принудительного труда, когда человек просто не мог уволиться, и система драконовских мер, еще один декрет, который был перенесен в трудовой кодекс вводила целый ряд вот этих мер, чрезмерного наказания работников за какие-либо нарушения трудовой, производственной и знакомой советских времен исполнительской дисциплины. У нас могут работника депримировать, если в январе он нарушил какую-нибудь из этих дисциплин, его лишить всей премиальной части зарплаты. Она у нас, как и у вас, составляет где-то половину всего заработка. И будете себе представить драму человека, который оказывается в таком положении. Потом увеличили с месяца до трех штраф за причиненный ущерб, с месячной до трехмесячной зарплаты, штраф за причиненный, нанесенный ущерб предприятию. И то, что, конечно, звучит совершенно, я думаю, непривычно и дико для ушей наших российских коллег. У нас можно сейчас человека уволить, извести его об изменении существенных условий труда. В течение одного дня, одних суток. У вас два месяца. У нас по трудовому кодексу месяц. Но в апреле был принят указ президента, который разрешает теперь это делать в течение одних суток. И вот эти чрезмерно закрученные гайки, они в том числе закручены и прежде всего по причине того, чтобы держать работников на коротком поводке. Я думаю, что это был один из важных составляющих факторов, которые, собственно говоря, и побудили к активности работников, рабочих во время, после выборов, после 9 августа, к выходу на улицы, к забастовкам. И понятно, что все эти факторы присутствуют, потому что я тоже не хочу говорить о том, что будет склонять рабочих к каким-то активным действиям, к акциям протестов, уровень заработных плат. Да, он не повышается 10 лет, нет всякого сомнения. Это фактор, который как бы постоянно присутствует, но он не является критическим. Гораздо более критическим является то, о чем я говорил, потому что мы как бы тут же считали, что рабочие, которые, собственно говоря, на условиях крепостных, даже, можно сказать, рабов, бессловесные существа вдруг оказались вполне способными поставить за свое человеческое достоинство. И скорее отсюда мы можем и дальше ожидать роста протестных настроений. Ну и опять-таки тоже хочу говорить о том, что экономическая ситуация не будет улучшаться, вне всякого сомнения. Что там уже господин Лукашенко выклинчит у господина Путина. Едет он за 3,5 миллиарда, миллиардами долларов. С чем он приедет, я думаю, что что-то, конечно, получит, но это будет как бы ситуация, когда кошка играет с мышью, чтобы держать полупредушное состояние, потому что Норов, господин Лукашенко, всем хорошо известен, как только он чуть-чуть начинает себя более уверенно чувствовать, начинает шантажировать Россию, что он опять капризная невеста, будет начинать развивать многовекторность и будет опять смотреть в сторону Запада. Вот, поэтому еще раз вообще я хочу сказать, социально-экономическая ситуация в Беларуси сегодня не является критической ни с какой точки зрения, но то, что динамика ее в этом направлении развивается, это тоже совершенно очевидно, и чем дальше, тем больше понятное дело, что она будет становиться серьезным фактором на то, чтобы вот этот острый политический кризис Беларуси приобретал дополнительное напряжение, дополнительное остротство. Спасибо. Спасибо, Александр. Ну, я вот тут вижу в чате есть два вопроса докладчикам, давайте вот коллеги, ну, это Катерине, я вижу, прежде всего, коротко ответьте, а потом мы дадим слово нашим российским коллегам. Ну, вот первый вопрос, от Татьяны Короткевич, материнский капитал, который сейчас будет применять к рождению второго ребенка, будет ли эффективной, ну, видимо, мерой для повышения рождаемости? Вопрос. И второй вопрос Надежды Калининой, как так получилось, что отсутствие поддержки населения со стороны государства не сказалось на доходах и безработице, если бизнес весь год отмечал ухудшение своего положения? Эффект будет отложенным или у населения был запас прочности, та самая кубышка, да, Катерина? Вот два вопроса, ну, и Александр, если захочет, что-нибудь может добавить. Да, вопросы сложные, на самом деле, по семейному капиталу тут как раз наши российские коллеги, возможно, лучше ответят, потому что опыт применения этого инструмента уже больше, больше исследований в России по нему сделано, исследования, я знаю, как бы, минимум два, одно из них говорит, что эффекта не было, другое находит позитивный эффект от введения капитала семейного. А у нас, ну, честно говоря, во-первых, я очень сильно сомневаюсь, что у нас ведут семейный капитал для при рождении второго ребенка, потому что, ну, все-таки вторых детей гораздо больше, чем третьих, и это будет достаточно затратно. Во-вторых, у нас действительно был подъем рождаемости третьих детей после введения семейного капитала, но там проблема в том, что, в общем-то, как раз в то время вступали в возраст, средний возраст рождения третьих детей и женщины периода бэби-бума советского, да, 80-х годов, и, ну, возможно, это как раз связано с тем, что просто женщины вот в этом возрасте, когда они рожают, могут родить третьего ребенка, что, опять же, очень редко уже сейчас для Беларуси их было больше, поэтому я, как бы, скептически отношусь к этому, но вот есть, опять же, российские исследования, которые показывают, что какой-то эффект где-то был. По поводу ковида и как он отразился на доходах и безработицы, ну, тут двояко, то есть, с одной стороны, у нас есть, например, и наши опросы, опросы, которые проводил ЮНИСЕФ и Всемирный банк, где достаточно значительные доли населения говорили о том, там, 30-40% заявляли о том, что их доходы упали, где-то 10% называли простой и вынужденной отпуска как причину падения доходов, то есть, достаточно реалистично это то, что происходило, например, на госпредприятиях, мы знаем анекдотически, что это происходило, где-то такой же процент населения говорил, что они стали зарабатывать меньше из-за снижения выручки на предприятии, это как раз вот к вопросу о том, что частный бизнес страдал и те, кто у них работали, тоже видели снижение этих доходов, но каким-то волшебным образом мы этого в макроданных не видим. То есть, возможно, отчасти это связано с тем, что, ну вот, по безработице я упоминала нюанс, но все равно остался бы хоть какой-то хвост на следующий квартал, и мы его опять же не видим. Мне очень тяжело объяснить, что произошло, но, несомненно, государство, в общем-то, вернулось к вот этим своим административным методам регулирования, заставляя госпредприятия в частности работать не оптимально, я думаю, это уже обсуждалось тут на этих встречах, и, да, таким образом мы заимели больше проблем для госфинансов, но, с другой стороны, вроде как социального взрыва не произошло. Хорошо. Александр, есть что добавить по этим двум вопросам? Звук, звук, Александр, звук включить. Хорошо. Да, извините, пожалуйста. Да. Вот этот вопрос я хотел бы прокомментировать, что касается, как так получилось, что отсутствие поддержки населения не сказалось на доходах безработицы, но, в общем, как бы, я уже говорил, Екатерина говорила о том, что, в общем-то, как бы, у нас незначительная разница, сравнительно небольшая разница в доходах между различными социальными группами. С одной стороны. Вот. не было падения доходов, масштабного падения, которые могли бы привести к тому, что население ухудшилось, настолько ухудшилось самочувствие населения, что они почувствовали это на себе, и, да, и были запасы, были запасы в тучных, сделанные еще в тучных нулевые, тучные нулевые, тучные нулевые годы, и по совокупности вот эти три фактора и привели к тому, что, ну, сравнительно безболезненно люди в условиях, ну, не самого простого 2020 года, в общем, как бы не ощущали того, что их самочувствие ухудшилось с точки зрения материального положения. Ну, и что касается преобразования пенсионной системы на копительную, я согласен с тем, что Франк вопрос такой задавал или комментировал. Ну, Франк еще выступит, наверное. Да, я хотел бы говорить о том, что да, это абсолютно так, и, как я себе представляю, не будет, на самом деле, белорусская власть проводить полномасштабную пенсионную реформу, я в этом убежден совершенно. Вот, Лукашенко не делал это в начале, в конце 90-х, в начале нулевых, и когда я еще мог разговаривать с министрами труда более-менее открыто, они мне говорили, я почему говорю, вы не идете к нему, не настаиваете, что этим надо заниматься. Они отвечали, не один раз мы об этом говорили. Он сказал, нет, только солидарное все, но как бы комментировать таким образом. Он же собака хочет, чтобы каждый пенсионер знал, понимал, что пенсию платит президент, а не он сам себе зарабатывает пенсию. А сейчас далеко не лучшие времена, чтобы начинать пенсионную реформу, и вне всякого сомнения никто ничего не такой накопительной системы в Беларуси не будет внедрять осуществлять полномасштабную пенсионную реформу. Хорошо. Спасибо, Александр. Вот я хочу теперь вот Руслану Семеновичу уже, у него, если есть какой-то вопрос, или уже сразу комментарий. Руслан Семенович, пожалуйста, минут 5-7. 5-7. Ну, я должен сказать, я должен сказать, по блату еще минуту дальше. Я должен сказать, что ситуация в Беларуси, ну, как вот она воспринимается в России, у более-менее грамотных людей, что ли. Вот, что белорусы молодцы, у них не было такой зверской приватизации, не было такой полуанархии, и слава Богу, и поэтому батька значит молодец. Я тоже любил батьку раньше, потому что я любил Советский Союз, и считал, что это преступление, Беловежское соглашение, а батька был против всех людей. Это, в общем-то, серьезно, и голосовал за, против Беловежских соглашений. Ну, это, так сказать, лирика. А вот я теперь хочу сказать о восприятии в России белорусской ситуации. Но больше, конечно, вопросов здесь, поэтому, может быть, коллеги потом ответят. Я думаю, что вот общее восприятие такое, совсем если просто, что это, конечно же, диктаторское государство, но оно социальное государство. В том смысле, что неравенства никакого нет особенно. оно нормальное неравенство, оно совпадает с неравенством в таких приличных странах, как там Германия, Италия. Вот, например, показатели дифференциации я недавно посмотрел совсем по уровню доходов. Значит, вот в России 16-15-5, то есть это среднее 10% богатых отношений, все знают это, да? А в Белоруссии 6. Это, в общем, показатель приличного социального государства. Ну, это децильный коэффициент, так называемый, Да, децильный коэффициент. Или децильный. И, ну что, это говорит о том, что это хорошо? Я вот, когда Александр говорил о том, что работодатели такие зверские есть у них приемы по отношению к работополучателям, я все-таки хотел бы выяснить, вот это же патерналистское государство. Значит, папа, он командует и работодателями, и работополучателями. Значит, он допускает все-таки вот такие антисоциальные законы против работы получателей. Вот мне здесь до конца не ясно. Значит, он, несмотря на фактическую, так сказать, социальное равенство, он все-таки склонен поддерживать работодателей. Но что меня поразило, когда я посмотрел последние цифры, это удивительно. Белоруссия зарплаты. Значит, вот даже чуть ли не январь 2021 года зарплата в Белоруссии 545 долларов брутто, а нет 474, а Россия 780 и 686. Нет, это то же самое, поскольку налог, подоходный налог одинаковый 13%. Это, в общем-то, говорит о том, что нельзя сказать, что уж такой разрыв большой между Белоруссией и Россией, особенно пенсия, поразительно вообще, пенсия Белоруссии сейчас 200 долларов, Россия 242 доллара. Вообще одно и то же. Я думаю, зачем мы им помогаем? 130 миллиардов долларов один Путин подарил Белоруссии. если посчитать все льготы. И я думаю, вот, батька, молодец все-таки он. То есть, здесь нельзя сказать, что это равенство в бедности или тем более равенство в нищете. Значит, это что-то какой-то серьезный успех все-таки белорусской социальной политики. Тем более, что действительно катастрофа распада СССР, отсутствие более-менее приличных готовых изделий. И это, конечно, действительно поставило такую проблему выживания. Но это выживание каким-то образом происходит, ну, я не знаю, довольно прилично. вот коэффициент джини тоже абсолютно такой демонстрирует равенство. Я не знаю, когда говорят о том, что вот реформы нам нужно делать, я все время думаю, о чем речь идет в Белоруссии? О чем люди думают, когда надо делать реформы? Какие надо делать реформы? Я так понимаю, это российская забава тоже, особенно вот в тех кругах, которые называют себя либеральными, что вроде бы для того, чтобы ускорить рост и стать богаче, нужно, значит, что нужно? Нужно больше рынка, больше свободы, как будто мало было в свое время этого. И получится тогда, значит, бурный рост малого и среднего бизнеса, который, собственно, вытянет страну. Я считаю это сказкой, даже уже такой ужасающей сказкой, но это похоже, что и Беларуси об этом говорят. Ведь что, собственно, важно для роста благосостояния? В конце концов, социальная сфера для экономики или экономика для социальной сферы? Есть два способа, конечно, только рост пирога и его более-менее приличное распределение, кому сколько кусочков дать. Но это никто не знает. Методом проб и ошибок вот Белоруссия нашла. Я просто хочу сказать, что Белоруссия действительно какой-то пример удивительный экономической устойчивости при ужасающем, ужасающей диктаторской системе. Мне это очень не нравится, ничего хорошего в этом нет. Мы можем еще другие примеры находить. Там, я не знаю, обычно ссылаются на Китай, там на Вьетнам, где коммунисты иногда даже говорят, как один мой друг говорит, самые лучшие рыночные реформы провели коммунисты. То есть успешные. И это, конечно, грустно осознавать, но с этим надо жить. В конце концов, мы хотим и свободу, и справедливости. Белоруссия добилась справедливости. Сейчас это может быть под вопросом, самой России денег нет и ниоткуда взять, и ясно, что все будет ухудшаться. Но мне кажется, что нам надо исходить из того, что вот эти реформы, так называемые, о которых мы мечтаем, они всегда носят такой характер либеральный, так сказать, либеральный. Ну и что еще хочу сказать. Вот даже вот разговора, сейчас я заканчиваю, разговоры о накопительной системе пенсии. В России это катастрофа была, просто катастрофа. А ведь это абсолютно рыночный, ультра рыночный элемент жизни. Но вот он себя не показал. Оказалось, что воровать можно, как мы раньше думали, что вот когда будет частная собственность и все будет частное, то частник у себя не будет воровать. Оказывается, будет воровать и ничего страшного в этом нет. И переводить куда захочет. Короче говоря, я думаю, что здесь нужно учитывать конечно экономический момент, но мы здесь в одной так сказать упряжке сейчас едем все вместе. и я просто рискну сказать такую вещь, что, наверное, если бы Путин, он же тоже не любит Лукашенко сильно, если бы удалось найти какую-то фигуру более-менее так сказать приемлемую для Запада, для белорусов, для тех, кто борется за свое достоинство, это вообще уникальный опыт. Но похоже, что что-то это не вырисовывается это перспектива, или я не прав. Спасибо за внимание пока. Спасибо. Спасибо, Руслан Семенович. Ну, давайте мы сейчас Павла Михайловича Кудюкина послушаем, потом у нас Франк Кофер тоже хотел бы сказать, но коллеги вот 5-7 минут, а потом перейдем к общей дискуссии. Тут уже есть, я вижу, пришли вопросы. Пожалуйста, Павел Михайлович. Я бы начал с того, что немножко поспорил с Русланом Семеновичем по поводу того, является ли Беларусь социальным государством. Она, несомненно, является патерналистским государством в том, что касается социальной политики. Социальное государство предполагает не только опеку государства над гражданами, но и политический диалог между разными социальными силами, которые определяют масштабы вообще взаимодействия общества и государства, формы этого взаимодействия это то, что в Беларуси отсутствует. Поэтому я считаю, что так же, как Советский Союз не был социальным государством, и современная Беларусь тоже социальным государством не является, но является государством патерналистским. Как раз, кстати, что может быть самый интересный и обнадеживающий итог развития 2020 года, это то, что в Беларуси стремительно выросла система горизонтальных общественных связей. Кстати, то, чего очень не хватает России, и вот в чем я белорусам жутко завидую просто, то, что действительно в ходе уже и избирательной кампании, затем протестов, вот эти выросли горизонтальные связи по месту жительства прежде всего в несколько меньшей степени по месту работы. То, что перестали молчать бюджетники, по крайней мере, некоторые из них, опять то, что приходилось наблюдать, в том числе общаться с коллегами из белорусских вузов, действительно, как бы они, это меньшинство, конечно, активное, но люди начали говорить, не случайно, я думаю, в вузах вслед за студентами, все-таки студенты выступили одной из наиболее активных сил протеста, вот, и это тоже фактор обнадеживающий, ну, и мне, как профсоюзнику, тут очень интересно, что, видимо, вот, коллегам из Белорусского Конгресса демократических профсоюзов предстоит серьезно поработать по созданию профсоюзов в бюджетных отраслях, вот, это действительно новый фактор, потому что до сих пор, вот об этом Екатерина говорила совершенно справедливо, очень мало механизмов, как бы, автоматического саморегулирования социальных процессов, то есть, они в большей части идут путем ручного управления, вот, да, до поры до времени это создает некоторые преимущества, но вообще в ситуации любого серьезного кризиса такая система очень неустойчива, поэтому здесь действительно нужно думать над тем, как создавать эти новые механизмы саморегулирования, социального в том числе, и здесь я прошу прощения за цинизм предельный, вообще-то чем больше грязной работы сделает нынешний режим, тем легче будет будущему демократическому правительству, это немножко напоминает ситуацию в Польше, где значительная часть в общем-то как раз очень болезненных шоковых реформ была проведена еще правительством Мечисова-Раковского, что сильно облегчило жизнь посткоммунистическим правительствам при всей тяжести и сложности в польской ситуации начала 90-х годов. Вместе с тем, вот тут я с Александром Ильичом поспорю тоже, вот вообще предельная либерализация с точки зрения работодателя трудовых отношений вовсе не так уж выгодна для экономики. Да, в известном смысле простота увольнения действительно способствует и простоте найма. Когда жесткие препятствия для увольнения работников по экономическим мотивам, работодатель стремится минимизировать набор персоналов, чтобы минимизировать свои риски. Действительно, это скорее раздает тенденцию к росту капитала емкости и снижению трудоемкости экономики. И, соответственно, может породить рост безработицы, в том числе застойный. Снижать возможности для молодежи входа на рынок труда, возврат людей вытесненных рынков и так далее. Это хорошо известные классической теории моменты. Но, собственно, для экономики, как показывают довольно многочисленные международные сопоставления, характер трудовых отношений, большая либеральность, большая зарегулированность, в общем-то, особого внимания влияния не оказывает. А в ряде случаев, в общем, скорее вредное влияние, когда чересчур зажат работник. В том числе это общая проблема для наших обеих стран. Экономика дешевого труда, экономика застойная, она не способствует и организационному, и технологическому прогрессу. Консервирует низкое качество менеджмента и государственного, и корпоративного. То, что мы в России тоже с этим ставьте, как я понимаю, Беларусь здесь тоже очень на нас похожа, или мы на вас, поскольку во многом последние десятилетия Беларусь по целому ряду политических процессов, что впереди Россия, мы как бы подтягиваемся, сейчас почти сравняются. И вот в этом отношении, я говорю, действительно сложная проблема, уже даже говоря не столько о современности, сколько о перспективе, действительно учесть российские уроки, действительно продумать механизмы более плавного перехода и продумать в том числе именно автоматически действующие социальные амортизаторы, потому что я не могу не вспомнить, вот, наверное, Женя подтвердит, что когда я работал заместителем министру труда в 92-м году, я это сравнивал с доктором-анестезиологом, вот, бегаешь и внимательно следишь, не умрет ли пациент от болевого шока, ага, быстренько колоть обезболивающее, потом, ах, как бы его не подсадить на это обезболивающее, вот, как бы, ну, потому что у нас, как бы, очень уж обвальное преобразование пошли, вот, по возможности хотелось бы такого избежать, как бы, у соседей. Вот, в том числе это очень сложная проблема управления госсектором, потому что, да, его, наверное, надо реструктуризировать, но, опять-таки, это нужно делать очень аккуратно и с учетом возможных социальных последствий. Вот, ну, и еще, как бы, немножко заканчиваю, вот, ответ на два вопроса, значит, относительно накопительной пенсии. Ну, главное препятствие, насколько я понимаю, то, на что наткнулась она в России, это отсутствие полноценного фондового рынка. Без фондового рынка накопительная пенсия просто не может существовать. Вот, а в Беларуси, как я понимаю, пока что полноценного, сколько-нибудь разного фондового рынка нет, такого и в России нет, хотя у нас, вроде бы, с этим чуть-чуть лучше обстоит делать. И относительно материнского капитала, насколько я понимаю, по работам российских демографов, его введение повлияло в основном просто на, не столько на ожидаемое и желаемое количество детей, сколько просто на сдвиг рождения второго, третьего ребенка, тех, кто и так хотели его родить. Ну, и плюс тут еще для России добавляются региональные диспропорции регионов с разными культурными традициями. Вот это вот известный феномен, что наиболее эффективным материнский капитал оказался для северокавказских регионов мусульманских, где и без того была высокая рождаемость по отношению к средней России. Вот, ну, Беларусь гораздо более однородная в этом отношении страна, этнически и культурно. Тут сложнее сказать как-то, но вот увеличение желаемого количества детей материнских капитал в России не дал. Как было стандартно, что два ребенка нормальные, так оно и остается. Рождение второго ребенка сдвигается на более ранние сроки. Спасибо. Спасибо, Павел Михайлович. Ну, я за собой оставляю право сказать пару слов насчет накопительной пенсии, потому что я был один из тех, кто все-таки эту реформу делал в России 2003 года. Ладно, это мы скажем. Вот я хотел бы попросить Франка Хофера, у него там тоже как раз, он тоже, я вижу, задевает в чате вопрос о накопительных пенсиях. Ну и вообще, Франк, что скажешь по поводу того, что происходит в социальной сфере Беларуси? Пожалуйста, давай. Спасибо. И я с самого начала извиняюсь, у меня там была слишком малая практика говорить по-русски последние годы, что если там слов не хватает, я, наверное, надеюсь, вы помогите. Я думаю, во-первых, крайне мере, в Германии, я думаю, что вообще в Западе никто не ожидал этого протестного движения в Беларуси, как это было последние шесть месяцев. Я думаю, мы были очень удивлены такое сильное движение, такое умное движение. И я хочу поздравлять наши друзья из Беларуси, что они сделали последние шесть месяцев. Это было, я думаю, удивительно и требует очень много тоже личной энергии и мудрости от людей. Во-вторых, я всегда не знаю, сколько, в каком масштабе экономическое преобразование в Беларуси уже произошло, которое мы не видим или не так видим. Скажем, если мы сравниваем ситуацию в Беларуси сегодня, ситуацию в Советском Союзе или в Польше в 1989 году, здесь очень много изменений уже произошло. Есть, в принципе, свободные цены, есть динамичный частный сектор, есть многие молодые люди, которые получили экономическое образование разных стран, которые имеют другие представления, что может быть. Я думаю, что есть определенная опасность тогда, что люди сейчас еще говорят, надо сделать, что другие сделали в 1989 году. И тоже, по-моему, есть не всегда реальная оценка, что произошло. Но посмотрим, например, ситуацию в Польше. Многие говорят, что в Польше они сделали самые радикальные либеральные реформы. Но это только частично так, я думаю, что если мы посмотрим, например, приватизация госпредприятий, Польша была самая медленная восточная в Европе. И они более сохранили эти госпредприятия и потихонечку приватизировали эти предприятия. И у меня, я тоже уже спросил, для меня не совсем понятно, эти госпредприятия Беларуси, они еще те старые госпредприятия, которые были 20-30 лет назад, или они другие. Значит, может быть, это легче подумать, какие реформы там возможно, чем, скажем, 30 лет назад. И потом еще у меня такой момент, что касается занятости. Я на самом деле не думаю, что уровень занятости определяется в рынке труда. Это определяется, какой есть вообще спрос на товарах сообщества и какое есть экономическое развитие. будет ли этот рынок труда более гибкий или не гибкий, это не определяет уровень занятости в таком масштабе, как экономисты иногда думают. И еще такой момент, конечно, когда способие по безработице такое мизорное, тогда, конечно, безработица низкая. Люди не будут сидеть дома и умирать от голода. Они будут делать что-то. Значит, вопрос более-менее какой занятости когда люди имеют. Но я думаю, что самый сложный вопрос, и я думаю, Руслан Гринбек об этом говорил, для реформы Беларуси, это как можно сделать реформу, сделать такую ситуацию, что не был такой социальный шок, если страна одновременно потеряет дотации от России. Значит, если Россия в принципе датировала Лукашенко с 5 миллиардов в году, я думаю, что если был определенный измененный режим, который не нравится в Кремле, они эти дотации платить не будут, значит, будет такой дополнительный экономический шок. Второй вопрос, как можно сохранить экономику, если возникают сложности экономических отношений в России. Значит, это, я думаю, самый сложный вопрос в процессе реформ. И я тоже думаю, что пока что предлагает Евросоюз, там, я думаю, есть такой проблем, что тоже там немножко старое мышление, что они предлагают более-менее такой, как это по-русски, structural adjustment program, значит, как они предлагали других стран. Это будет дополнительный экономический шок. Значит, если была бы возможность политическим планом реформ, экономическим планом там будет два сложности. Первый момент, это будет, как строятся отношения с Россией, экономическим планом, и второй момент, можно получить доступ, скажем, на рынок Евросоюз без таких мероприятий, которые еще значат, что будет такой экономический шок сначала. Я думаю, это один из самых сложных вопросов, и я думаю, что дискуссия в Беларуси было бы хорошо обсуждать, что мы можем делать в таких ситуациях, как мы можем двигаться, чтобы у нас был такой шанс иметь доступ на европейский рынок, и одновременно не потерять доступ на российский рынок, который самый главный, наверное, не экономический и социальный, но геополитический вопрос в этом ситуации. И я думаю, что если этот экономический вопрос более-менее решается, тогда возможности социальной реформ в Беларуси, там есть определенные шансы. Во-первых, есть достаточно квалифицированные, хорошие рабочие силы, которые сравнительно дешево, значит, там есть потенциал развивать рабочее место. Во-вторых, я думаю, что если есть экономический стабильность и рост, тогда можно тоже что-то сделать возраст для пенсии, потому что я думаю, это самый бойный, самый решительный вопрос короткое время, что касается пенсионной реформы. Это накопительный систем или старый социалитарный систем, это вопрос, можно расширить те люди, которые платят вносы и ограничить те, которые получают пенсии. Это надо сделать через пенсионную реформу и возраст, когда люди уходят на пенсии, но это только возможно, когда есть рабочее место для этих людей. И это люди, которые не имеют этой новой квалификации. Поэтому эта реструктуризация госсектора так важна, что это было не так шоково, как несколько других стран. Но я, наверное, на этом остановлюсь. Хорошо. Спасибо, Франк. Франк у нас научный сотрудник Глобального университета труда. Да, Франк? Но ты сидишь работаешь в Германии, по-моему, в Бремене, да? У тебя как бы место твоей работы. Но Глобальный университет труда, он занимается глобальными проблемами, социальными. Очень важно. И Франк, между прочим, по поводу Беларуси публиковал целый ряд статей, которые, я вижу, есть на белорусских ресурсах, кстати говоря. Так что у нас сегодня человек не случайный. Так, коллеги, давайте мы смотрите. Для того, чтобы выступить сейчас, у нас довольно много участников, у нас 30 участников. Во-первых, я всех не вижу, у меня экранов мало. Поэтому либо поднимайте руку, и вот вы знаете, есть эта функция, что можно поднять руку, я вас увижу. Тогда в списке участников поднятая рука. Ну, как-то, ну, я не знаю, давайте знать более старым дедовским методом, может быть, скажите, что вы хотите выступить. Но, в принципе, подумайте, у нас есть вопрос, который пришел, сейчас я вам скажу, от Татьяны, просто Татьяна, написано, вопрос такой, это, видимо, ну, наверное, спикером, да, в интервью с Венедиктовым Лукашенко говорил, что составил список 17 пунктов, описывающий, за что Россия платит и платила ему, то есть Беларусь. Есть ли у спикеров предположение, что может быть в этом списке, кроме двух военных объектов на территории Беларуси? Ну, вот, такой вопрос, я думаю, он скорее к белорусским коллегам, может быть, они знают, что это, что это такие, что это за 17 пунктов. Если есть, если есть ответ, пожалуйста, если нет, так можно не отвечать на этот вопрос. Пожалуйста. Никто не хочет? Да, Катерина, пожалуйста. Я, это не вопрос по социальной политике, вот, но, возможно, все, что связано с логистикой и транспортом, в том числе газопроводы, нефтепроводы, да, да, газопровод мы успешно продали, но, как бы, там тоже можно посчитать, что мы там его как-то не по рыночной цене или еще как-нибудь, да, вот, ну и, возможно, всякие вещи связанные с поставками вооружений, тут тоже, в общем-то, наши военные предприятия, некоторые работают с российским рынком, поставляют как готовую продукцию, так и какие-то комплектующие, список можно было внести достаточно много, вот, но я думаю, что все-таки основное, это, например, то, что мы в Совете ООН голосуем по российской позиции. Ну, понятно, понятно, то есть, Беларусь, Лукашенко, голос, в Совете Безопасности или просто в ООН продает Россию, монетизирует, как сейчас модно говорить, да, Катерина? Хорошо. Коллеги, значит, все-таки вопрос, кто хотел бы теперь откликнуться, высказать свою, да, вот, пожалуйста, Борис Кравченко, вижу, рука поднята, молодец, профсоюзы всегда идут вперед, да, Боря, пожалуйста. Да, спасибо, Жень. Ну, вот, я просто, у нас такой формат сегодня очень европейского диалога, я боюсь, что закончится полтора часа, и у нас не наступит никакой фоллоуап, у нас останется видеозапись этого разговора, какие-то тезисы, и на этом все прекратится. А было бы обидно, потому что это наше обсуждение демонстрирует, что есть целый ряд дискуссионных вопросов, которые требуют своего решения. Это и судьба государственного сектора, госпредприятий, и судьба пенсионной системы Беларуси, и система социальной поддержки, и так далее, и тому подобное. И на все эти вопросы придется отвечать, даже если демократия, смена власти не наступит завтра, все равно эти вопросы следует задавать, и следует на них отвечать, и это и будет позитивной программой оппозиции, которая будет понятна наемным работникам, которые совершенно очевидно вышли на протест, не только в связи с тем, что произошли несправедливые выборы, а в связи с тем, что они чувствуют резкое ухудшение своей экономической ситуации, социально-экономической ситуации, или, по крайней мере, подозревают, что это ухудшение скоро наступит. Поэтому у меня вопрос, такое рассуждение, а, собственно говоря, где та площадка для национального диалога о будущем социальной сферы в Беларуси, где будет возревать эта альтернатива, где продолжится этот наш экспертный разговор, где этот экспертный разговор приобретет политическое звучание политических и экономических требований, как это будет сформировано, как будут обсуждены и разрешены противоречия, явные противоречия, связанные с идеологическими установками, разницей экономических школ и так далее. Мне кажется, это чрезвычайно важно. Мне кажется, вот такой формат, который сегодня предложил Женя Гандмахер, когда эксперты пытаются найти общий язык, скажем, с профсоюзами, достаточно перспективен, но, Александр Ильич, мне кажется, что Белорусскому Конгрессу независимых профсоюзов, демократических профсоюзов, его субъектам, тем вашим союзникам необходимо поработать над этой позитивной политической экономической программой и программой преобразования социального сектора, социальной сферы, социальной политики. Это чрезвычайно важно, потому что нет того субъекта, который настаивал бы на тех вещах, о которых говорит Франк, например, или говорит Павел по дюйминам. Я боюсь, что, да, мы получим эти три шока, связанные с уходом российских денег с белорусских рынков и так далее и тому подобное, и мы вернемся к тем рецептам, которые использовались в 89-м году. Мне кажется, чрезвычайно важно для будущего Беларуси, для будущего протестного движения, для победы демократической революции в Беларуси сформулировать эти тезисы и сделать этот разговор национальной дискуссией, без преувеличения это чрезвычайно важно. Спасибо. Извините, может быть, это не по сути социальной политики, но у меня вопрос, для чего мы сейчас вот это обсуждаем? Борис, вот сейчас я вижу Катерину руку подняла, сейчас я ей дам слово, но я хотел сразу ответить. Во-первых, идея этих наших встреч и в том числе то, что сегодня у нас профсоюзы присутствуют, настоящие профсоюзы и российские, и белорусские, это мы вместе с Олесям Олегновичем в общем придумали, это не только я, и я Олесю благодарен за то, что он это дело поддержал и помог организовать. Это во-первых. Во-вторых, Борь, ты немножко загляднул вперед, я хотел сказать позже, но мы снова же с Олесям уже это обсудили, такую домашнюю заготовку, что мы по итогам вот этих и сегодняшнего семинара, и тех семинаров, которые были, но особенно сегодняшних, мы хотели бы сделать, и мы это будем действительно коллеги обсуждать в том числе с вами, уже какие-то группы совместные, если белорусы не возражают, по подготовке может быть каких-то уже, вот я вижу в себе три вещи, которые, мне кажется, вот я же сказал, помните вначале, какие самые острые социальные вопросы в Беларуси, я вот вижу, госсектор, его судьба, ну, прежде всего, с точки зрения, конечно, занятости, пенсионная система и соцподдержка, ну, в широком смысле этого слова, я пока вот вижу три такие пункта, мы можем сделать, так сказать, группы, которые будут готовить уже не просто в таком режиме, как сегодня, когда мы встретились, обсудили, скорее поставили вопросы, чем на них ответили, это хорошо, кстати, но мы можем, ведь, сделать совместный доклад, допустим, по каким-то вопросам, где будут предложены, и вот Олесь, по-моему, этим, собственно, и занимается, как представитель по экономике Светланы Тихановской, мы там можем предложить, а что реально нужно делать, потому что, например, у меня по той же пенсионной системе и по соцподдержке у меня, в общем, есть что сказать с точки зрения российского опыта, понятно, что белорусские коллеги это оценят, исходя из того, что у них происходит, вот, но тем не менее, поэтому, да, Борис, я абсолютно согласен, мы, понимаете, вот эти вот, Борь, вот эти вот обсуждения, первые, вот у нас сегодня третие уже, мы их сделали только первым этапом процесса, вот, мы же тоже обучены каким-то политтехнологиям, господи, не хочу это слово больше употреблять, оно в России носит негативный оттенок, наверное, в Беларуси так же, но тем не менее, есть определенная логика развития, потому что мы хотим результат, мы хотим результат, и этот результат должен быть, конечно, в конкретных предложениях, там, вот тем белорусским властям демократическим, которыми, надеемся, все-таки, ну, лучше раньше, чем позже, будут Беларусь, так что, все правильно, Катерина, пожалуйста. Да, я смотрю, что тут господин Гринберг тоже хочет высказаться, давайте. Хорошо, ну, пожалуйста, просто я, хорошо? Нет, 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 вы сначала, скоро 8 марта. Нет, друзья, подождите, я предлагаю такую схему, сейчас, все-таки, кто хочет изне спикеров, вот, кто у нас был спикер, подождите, у вас будет своя возможность еще сказать какие-то закругляющие сегодняшнюю встречу слова, а вот сейчас я вижу, минуточку, пришел вопрос от Татьяны Короткевич, вопрос для Франка. Какие могут быть примерные сценарии трансформации неэффективных рабочих мест, новые рабочие места для Беларуси? Франк, пожалуйста. Я не знаю, я думаю, что Алиша, Катерина, наверное, гораздо, или Александр гораздо лучшим положением ответа на этот вопрос, но я думаю, что самое важное, я думаю, что поддерживать достаточно динамичное развитие частного сектора и не одновременно сделать такой шок для государственного сектора. Значит, что есть такой процесс, скажем, более органичной трансформации, что те люди, которые видят, частного сектора есть возможности, что они будут найти там работу, и в этом плане такая необходимость, чтобы госсектор действовать как буфа для занятости, сохраняется там шаг за шагом. я думаю, что в принципе опыт тоже других стран, ну, Руслан уже говорил о Китае, другие, это всегда был, если этот государственный сектор сохраняется, но одновременно развивается частный сектор, тогда этот шок занятости будет не так бурно. Я думаю, что один из ошибок трансформации в Германии был, что это был самый радикальный шок, где мы потеряли 4 миллиона рабочих мест в Восточном Германии, закрыли все предприятия, но это было только возможно, потому что Западная Германия была мощная экономика, и мы платили очень значительные пособия безработицы для миллионов человек, и мы платили всем пенсионерам высокие пенсии и так далее, но таких возможностей у Беларуси нет, потому что нет Западной Белоруссии, если вы хотите. Поэтому я думаю, что мой ответ на этот вопрос был бы, что надо найти такой баланс, и это был тоже мой вопрос, надо наверное посмотреть, как можно сделать такой модернизации госпредприятий, которые не в результате имеют такой полный крах этот сектор. Хорошо, коллеги, значит, я предлагаю, у нас уже не так много времени осталось, смотрите, рук я особо не вижу, давайте мы теперь в обратном порядке дадим возможность очень коротко сделать рефлексию, ну вот я бы предложил Павлу Михайловичу, потом Руслану Семеновичу, потом нашим белорусским коллегам Александру, и потом вот Катерине, которая выступала первая, и она наверное имеет привилегированную позицию тоже подвести какой-то итог, как она, что она услышала. Пожалуйста, Павел Михайлович, есть что сказать? Ну, собственно, я бы поддержал то, что говорил Борис Кравченко, действительно как бы нужна помимо вот таких общих теоретических дискуссий конкретная групповая работа по выработке предложений, и это будет реальное проявление такой демократической солидарности между нашими двумя обществами. Хорошее выражение, демократическая солидарность с Белоруссией. Очень мне нравится, Паш, очень хорошо. Потому что, да, как бы соединение, интеллектуальных ресурсов обеих стран будет полезным и для Белоруссии, и для России. Нам многие проблемы тоже придется. Да, конечно, у нас другая социальная ситуация, но в общем, то, что происходит в Белоруссии, на нас очень сильно сказывается. Хочется верить, что в демократическом переходе белорусы нас чуть-чуть опередят, но только чуть-чуть. Мы быстро за ними пойдем, хотелось бы верить. Так хорошо. Такой оптимистической ноте закончил. Спасибо, Паш. Руслан Семенович, пожалуйста. Ну, во-первых, я должен поблагодарить организаторов этого дела, очень интересно все проходит. Я хочу сначала сказать маленькое возражение против критики со стороны Павла в мой адрес по поводу того, что социальное государство не может быть, если оно антидемократическое, это естественно, конечно. Я должен был бы сказать квазисоциальное государство. Я долго думал, что бы мне сказать, что бы меня не критиковали. Но если серьезно, надо же думать о том, что, собственно говоря, делать. Вот прозвучали такие тезисы очень важные насчет модернизации государственных предприятий. я вот все время думаю, а что там, о чем, собственно, речь идет. Ведь если начинать копаться, о чем, что понимают люди под этим, я всегда чувствую одно, простая приватизация, что любая приватизация ведет как бы к улучшению эффективности. На самом деле это не так. Душа рынка это ведь конкуренция, а не собственность. и в общем-то надо думать вот именно о том, каким образом, если мы будем действительно реально практически что-то делать, надо думать о конкурентной среде. А на самом деле я твердо знаю, что сегодня в России и в Белоруссии в меньшей степени может быть, а может быть даже больше, я уже не очень понимаю, что в Белоруссии творится. Мы имеем место с деморализацией частного сектора. Поэтому надежда на него это очень призрачная, это большая иллюзия. Поэтому когда мы будем делать какую-то программу действий, мы должны исходить из этих фактов. То есть речь идет о том, чтобы не навредить этой самой очередной раз на те же грабли не стать, потому что то, что происходит по всем мире, ведь это и есть проблема того, что делать. Идет разговор о прогрессивном капитализме и дух времени такой, что какое-то поливение есть. Другое дело, что есть и поливение, и поправение. Он за Трампа 75 миллионов человек голосовало. Это страшная сила, но это не выражение поливения, это не Берни Сандерс, это ведь люди, которые, ну, я не знаю, скажу грубо, такой фашизм лайт, что ли. Они одурачены именно этой историей, что вот мы лучше всех и все такое прочее. Так что мы должны это все учитывать. Ну, и заключение опять хочу поблагодарить Женя тебя лично тоже за то, что пригласил меня. хорошая очень площадка, как принято говорить. Руслан Семенович, я от тебя не отстану, имею ввиду. Так что я тебя зарезервировал, забронировал для дальнейших наших... Единственная проблема, что я работать не люблю. Ну, ничего. Но мы найдем работящих хороших. Мы тебя заставим, имею ввиду. Перейдем на белорусскую схему, когда увольняют без предупреждения за одни сутки, тогда ты будешь очень быстро работать. Знаешь, как это называется во дворе fire and hire. Против все прогрессивное человечество борется против этой дикости вообще. А считалось, что это вот как хорошо-то будет. Ну, друзья, нам же предлагали в России, да, помнишь, новозеландский трудовой кодекс, да, который, говорят, какой-то самый-самый вообще вот по отношению к работнику, то есть там работодатель, по-моему... Работодатель молчит все время, да, следует указаниям работы получителя. Самый-самый губ Грузии при Саакашвиле. Это новые реки. Грузия страна переходная, а Новая Зеландия все-таки страна уже развитая. Она перешла давно, да. Да, поэтому вот так. Хорошо. Александр, пожалуйста. Да, Александр. Спасибо. Я, может быть, не акцентировал внимание и недостаточно четко выразился о том, что касается событий, которые происходили на участие рабочих. Дело в том, что, как мне представляется, именно рабочие почувствовали, что ну, не только, скажем, вот то, что там сопутствовало им все эти годы, там, система срочных трудовых контрактов, в том, что было уязвлено и унижено их человеческое достоинство, но они в том числе и ясно для себя сделали вывод, поняли, что этот на самом деле ресурс команды административной системы, ресурс Лукашенко выработан полностью и окончательно. То есть бензин закончился, все, машина дальше не поет. И прежде всего речь шла и в значительной степени и в том числе и о государственном секторе экономики, крупных предприятий. Потому что они по большому счету перспективы большой для себя не видят. И они делают вывод, что эта система, эта власть уже не может отвечать на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. Вот и это так совпало, что на фоне в том числе и на самом деле оскорбительного к себе многолетнего отношения, потому что что касается Руслан Семенович того, что вы сказали, Лукашенко здесь на стороне работодателей. Дело в том, что он единственный у нас работодатель по большому счету. Я не буду говорить здесь о частном секторе экономики. Кстати говоря, что касается на самом деле бизнеса, он у нас не деморализован, к счастью, может быть, благодаря таким жестоким, не жестким, а жестким условиям, в которых он находился, он очень динамичный и вполне-вполне здоровый. Я не знаю, как Катерина считает, но с моей точки зрения, это обстоит именно таким образом, и это будет драйвер роста, не всякого сомнения. И, в общем, как бы, у нас очень хорошие стартовые позиции, я считаю, что касается новой власти, вот, конечно, надо вырабатывать программу наших действий, и у нас, я считаю, достаточно умов, и та команда, которая сегодня работает вместе со Светланой и Натальевичем, это подтвердит, мне очень интересно с ними общаться, я считаю, что у нас принципиальное взаимопонимание в том, что надо делать, другой вопрос, да, завтрашним не надо готовиться, потому что, так или иначе, ну, пусть еще года Лукашенко, я вообще года им не даю, я не вижу, на самом деле, причин, по которым он так долго может задержаться, но всякое может быть, но тем не менее, да, нам надо готовиться к тому, чтобы вот этот сложнейший период нашей трансформации, трансформации политической, экономической, социально-экономической системы мы могли пройти достойно, и еще я хочу сказать, ну, я достаточно хорошо Лукашенко знаю, я бы не стал преувеличивать его значимость в том, что вот он так все-таки смог провести корабль через бурное море вот этих 26 лет, он вне всякого сомнения наломал бы гораздо больше троп, если бы не очень высокий потенциал управленцев, белорусских управленцев и тоже хорошо знаю, командиров производства, в том числе руководителей предприятий, потому что они очень многие его замашки, авторитарные, диктаторские, левацкие, какие угодно, они просто нивелировали, соглашаясь, кивая головой, а делая на самом деле то, что считали нужным, ну и, конечно, плюс квалифицированный рабочий класс, рабочая сила, мы тоже праве иметь ее в виду и праве гордиться и праве считать ее ресурсом, которые нам дадут возможность для динамичного развития в будущем после перемен. Спасибо. Спасибо, Александр. Ну, пожалуйста, Катерина, поделитесь вашими впечатлениями. Да, спасибо большое. У меня масса впечатлений, у меня тут прямо на целую страницу записано, о чем я должна сейчас вам сказать. На самом деле очень интересно обсуждать и видеть взгляд со стороны. Это так, иногда во-первых, позволяет что-то иное узнать или наоборот укрепиться в своих убеждениях. И, собственно, вот я вижу, что я, например, не донесла до вас, почему нужно реформировать социальную систему Беларуси. Она действительно очень хорошая, мы добились действительно очень классных результатов, но, во-первых, они во многом были благодаря российской поддержке и, в общем, абсолютно правильное было замечание, как бы, из чего эта Россия, собственно, нас поддерживает. В общем, Беларусь это далеко не страна Африки и я думаю, что, ну, скажем так, на нас все хотят напасть же, а Беларусь как раз рядом, поэтому будет бензина еще много. Это я Александру хотел сказать. Будем завозить сколько хочешь. Я прошу прощения. Я вам скажу больше. Я думаю, что если взять 50% людей с низкими доходами в России и в Беларуси, белорусские 50% нижних будут жить лучше, наверняка. То есть, это то, о чем мы говорили про распределение, потому что среднее не все. Но проблема в том, что, во-первых, Россия нам перестает, даже при текущем руководстве, Россия перестает нас финансировать в таком масштабе, в котором это было раньше. В том числе, там, через цены на нефть и газ. Сегодня, ну, в прошлом году, вот, Олесь первым посчитал, что там по газу мы на самом деле платили выше рынка в среднем за год и это Беларусь субсидировала Россию, да, в других аспектах пока Россия субсидирует, финансирует и так далее. Но, тем не менее, рекорды нужны еще и потому, что запросы появились новые, население стареет, госпредприятия могут выполнять свою функцию, вот эту функцию работодателя последней инстанции, поэтому, как Павел абсолютно правильно сказал, что нам необходимы эти автоматические стабилизаторы, чтобы не думать каждый раз, ой, а что же нам делать, чтобы у нас не было социального кризиса при экономическом. Ну, и вы видите, что все дискуссии, о чем не говорит в Беларуси, все сходится к дискуссии о госпредприятиях. Да, они действительно совсем не такие, как советские госпредприятия, они гораздо эффективнее, они работают на конкурентных рынках, да, пусть у нас есть какой-то преференциальный доступ к российскому рынку, но тем не менее, он все равно конкурентный, да, они платят рыночные цены, за труд, например, тот же, к рынкам капитала там все немного сложнее, но тем не менее, они, в общем-то, работают в условиях уже очень сильно приближенных к рыночным, они достаточно свободны в принятии решений по сравнению с советскими, да, поэтому это вовсе не та ситуация, которая была в 90-х. Более того, я вот тоже не соглашусь в том, что как бы все разговоры о реструктуризации сводятся к приватизации, в общем, мы видим там огромное количество вещей, которые можно было бы сделать для увеличения эффективности госпредприятий без приватизации, с приватизацией торопиться нам на данный момент нет никакого смысла, вот, то есть лучше сейчас сделать эти предприятия более эффективными через там по возможности, да, те, которые можно сделать и через 3-4 года или 5 приватизировать их или не приватизировать, да, потому что решим с гораздо более выгодными условиями. По поводу занятости, я вот просто сейчас открыла файл, посчитала, с 2012 по 2019 год занятость на госпредприятиях уменьшилась на 400 тысяч, 440 тысяч человек, это где-то 10 процентов занятости белорусов потеряно, да, при этом частный сектор нарастил почти 200 тысяч человек, основные пошли, либо там было небольшое увеличение бюджетного сектора и остальные вышли на пенсию, то есть население стареет, поэтому частный сектор в общем-то достаточно динамичен для того, чтобы опять же на фоне старения населения поглощать вот эту небольшую медленную реформу госпредприятий, которая опять же идет даже при этом в правительстве. Почему она идет? Потому что в бюджете нет денег поддерживать неэффективные госпредприятия и поэтому их бюджетные ограничения они ужесточаются постепенно. Не было какого-то решительного одного шага это все происходит в общем-то достаточно плавно там в каком-то году им отменили показатели по выпуску и экспорту, например, стали больше ориентироваться на эффективность, да, это все плавая туда-сюда, потому что в этом году наоборот, вернее, в прошлом закрыли глаза на эффективность и сказали давайте выпуск это самое главное, вот, но как бы тем не менее какие-то подвижки в эффективности госпредприятий они идут, но и в конце про отношения с Россией просто хочу сказать, что у нас, по-моему, ни одна политическая сила не говорит о том, что мы хотим разорвать экономические отношения с Россией, наоборот, все хотят их развивать и поддерживать, вот, и тут, в общем-то, мы надеемся на добрую волю и российской стороны даже в том случае, если перемены все же произойдут. А вот как раз, например, сегодняшнее предложение Евросоюза о объявлении без виза для белорусов меня, честно говоря, немного взволновало, потому что волны миграции, скажем так, не очень хотелось увидеть. Спасибо. Спасибо. Катерина. Ну что, коллеги, мне кажется, что у нас был такой интересный разговор, собственно, я уже об этом сказал, цель нашей сегодняшней встречи была скорее определить вопросы, которые актуальны, по которым действительно стоит работать, потому что работа, мне кажется, для белорусов предстоит большая, вот, и смотрите, уже даже есть какие-то такие консенсусные вещи, которые я услышал, например, что государственный сектор Беларуси, не надо приватизировать, что нравится сломя голову, как это было, допустим, в России в начале 90-х, хотя у нас были свои особенности там, и в том числе политические, но это ладно, но вопрос все-таки о Беларуси, что, в общем, спешить особо не надо. Второе, мне кажется, что любопытно, это вот действительно создание каких-то институтов, которые бы мобильно и вот так, ну, автоматически, я не знаю нас насчет автоматизма, но которые бы, что называется, оперативно реагировали на изменения социальной ситуации. Здесь, видимо, речь должна идти и, допустим, о помощи безработным, потому что все равно при, я думаю, любой реформе о Беларуси, даже без там быстрой приватизации госпредприятий, все равно на рынке трудная ситуация будет меняться, очевидно, да, потому что появятся какие-то люди, их куда-то надо перемещать там и так далее. Это вот здесь с точки зрения вообще работы службы занятости, я не знаю, как в Беларуси называется это, у нас называется служба занятости в России, вот здесь, видимо, есть какие-то вопросы, ресурсы, вот, ну, пенсионка это само собой, это я даже не хочу об этом отдельно говорить, потому что это большая, это очень большая тема и она, кстати, проблемная во всем мире. Мы, к сожалению, сейчас, единственное, я хочу сказать, мы не можем в мире сейчас найти какую-то модель пенсионной системы, которая бы, например, нас в России, ну, видимо, и в Беларуси, устроила, вы понимаете, то есть весь мир ищет какие-то, какие-то варианты, потому что с той же накопительной частью, извините, каламбурно, копилось колоссальное количество вопросов, дело не только в фондовом рынке страны, да, а дело вообще в мировых фондовых рынках, вообще в мировых финансовых институтах, которые, как мне кажется, ну, здесь Руслан Семенович лучше знает, которые переживают такой структурный кризис вообще вот эти все финансовые институты и, видимо, так сказать, новая волна развития экономики, она это довольно сильно поменяет, видимо, экономика будет больше настроена на какие-то другие институты развития, чем только на вот чисто финансовые, на чем в предыдущие годы, в общем, допустим, американская экономика сильно очень развивалась за счет вот этих финансовых институтов, которые там были изобретены, видимо, эта ситуация уходит, но пенсионная система, да, пенсионная система это большая проблема и вот последнее, что я скажу, коллеги, значит, мы с вами, я бы сказал, определили сами себе какую-то повестку дня с вашего согласия, да, как, что нам дальше надо делать, что нам дальше надо работать и мы вот с Олесим Олегновичем, я думаю, посидим, обсудим, как мы дальше организуем нашу работу, потому что социалка, это, мне кажется, очень важно, ну, она, видите, в широком смысле этого слова социалка, потому что та же судьба крупных предприятий, это не только социальный вопрос, это, конечно, вопрос, как было правильно сказано, и повышение эффективности, вот, это вопрос, конечно, конкуренции, выход на какие-то мировые рынки, ведь Беларусь, по-моему, не является членом ВТО, я не знаю, хорошо это или плохо, трудно сказать, вот, поэтому есть о чем, есть о чем поговорить, и мы с вами обязательно свяжемся, я думаю, организуем нашу работу, и что-то в результате будем обязательно выдавать, а так, наши семинары, мне кажется, имеет смысл, ну, мы пообсуждаем, имеет смысл продолжить, через месяц мы подумаем, какая тема важная, и вот ровно так же, параллельно с работой по социальной проблематике, будем продолжать, и я еще раз хочу поблагодарить пресс-клуб Беларусь, вот Антона, еще раз подчеркну, что мы солидарны с коллегами Антона, которые, к сожалению, сидят в СИЗО, там, в тюрьмах, мы знаем эту ситуацию, и, в общем, желаем, что все-таки она как-то решилась, чтобы люди вышли на свободу, и, в общем, мы солидарны с Беларусью, и мы вместе хотим, видимо, добиться нашего общего демократического будущего, да? Ладно, коллеги, спасибо вам большое, и до встречи, да, до Руслан. Можно, я хочу одну реплику, пусть тоже, как Катерина сказала, Катерина шокирующую новость сказала, что отменяется виза Европейским Союзом, и это, конечно, потрясающая опасность, потому что я все обшивая об Ане, я свои данные хочу привести быстренько, 90-й год, ВВП на душу Беларуси 2125, Польша 1731, 2019-й год, Беларусь 6600, Польша 15700, поэтому очень большие перспективы, мама не горюй, могут быть потоки миграционные. Ну, мы видим это на примере Украины, кстати говоря, у нас, Молдова, у нас есть страны, которые пользуются безвизовым режимом, и мы видим, что происходит, между прочим, даже среди членов Евросоюза, скажу, вот Болгария с момента вступления в Евросоюз потеряла треть населения, не только из-за чистой демографии, что там естественный убыль, но просто очень многие уехали. Да, это вызов. Безвиз для Беларуси это, конечно, вызов прежде всего для Беларуси. Это важно, это факт. Хорошо, коллеги, это мы отдельно обсудим, это интересная тема. Спасибо. Давайте и до встречи. Спасибо, коллеги. Спасибо. Пока. Спасибо. Всем спасибо от пресс-клуба, только хочу сказать, да, спасибо, Евгений Шлемович, за то, что вы вспомнили про наших задержанных коллег. Это первое. А второе, для тех, кто смотрит это видео на Ютубе, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. У нас будет еще много интересных видео и интересных обсуждений. Все. Спасибо. До свидания. Спасибо вам. До свидания. До свидания.